Доброе утро! Это включение с фестиваля Дэнс-Опенгорга Саван Линны. Самые красивые, романтические, возвышенные чувства, это, наверное, чувства, которые танцуют на сцене артисты русского балета. Но порой именно на сцене рождаются самые настоящие, но от этого не менее творческие и прекрасные балетные семьи. О балете и любви в репортаже на Первом канале. В последнее время среди артисток балета наблюдаются революционные настроения. Невесомые велисы разрушили привычное табу. Хочешь первых ролей на сцене, откажись от роли мамы. Они предпочли взять то и другое. Звезды Михайловского Ирина Перен и Марат Шамиунов стали родителями маленькой Евы в этом году. Анастасия и Денис Матвиенко, проведя 10 совместных лет на сцене и в жизни, решились на роли папы и мамы. Я совершенно не заботилась о своей карьере. Семья для меня, конечно, в первую очередь. Мне всегда хотелось, чтобы у нас был ребенок, может, не один. Может, не один, а не один? Для меня вопросов в этом плане не было. Нет, ну, шесть. Семью Матвиенко во время голоконцерта в Финляндии даже для короткого интервью не поймать. С утренней разминки у станка Настя убегает кормить грудную малышку. Днем репетиция в крепости Алавинлинна. Отработав в ПАДД из Дон Кихота, мама торопится в сквер, где гуляют няни с коляской. Все едут в гостиницу Лизе, пора ужинать. Эту кутюрьму, новую для молодых родителей, Денис и Анастасия принимают осознанно. Мы стараемся не уезжать ни от ребенка и ездить вместе. Надеюсь, так будем продолжать. Нет, ну мы не то, что надеюсь. Мы обязаны это делать, потому что я считаю, что семья должна быть вместе. Сейчас у меня были спектакли в Нью-Йорке, и мы всей семьей уезжали в Нью-Йорке. На первые гастроли Лиза выехала в три месяца, сейчас ей шесть. Малышка родилась в Киеве на родине папы и мамы в один день с Михаилом Барышниковым. К музыке приучается охотно. Когда я была беременна, и Лиза маленькая, сейчас мы активно слушаем Моцарта. И вообще есть там, вот красиво. У него есть целое собрание и для беременных, и для новорожденных. Очень ей нравится, и мы вместе с ней слушаем. Быть солисткой балеты и мамой нелегко, но Денис знает, как поднять настроение жене. Что нужно сделать? Принести пирожное. Пирожное. Мне вообще очень всегда страшно смотреть на балерин. Как они устают, как они стирают ноги, и как им больно. И поэтому я не бы не хотел, чтобы моя дочь танцевала. Но это уже будет ее выбор. Яна Соленко и Мариан Вальтер – солисты Берлинского государственного театра, знаменитая лирическая пара на сцене и в жизни. На галоконцерте Dance Open в Финляндии танцевали не вместе. Так удобней. За кулисами родители по очереди сидят с четырехлетним сыном по имени Марли. Как музыкант Боб Марли, уточняет Вальтер, сам Марли танцевать пока не рвется. Хочешь ты танцевать с папой и мамой? Нет? Нет, он не хочет танцевать с мамой и папой, он хочет смотреть мультики. Марли предпочитает мультики про Микки Мауса, а родители – классический балет. Яна через две недели после родов уже занималась у станка, а в 2010-м стала лауреатом главной немецкой хореографической премии. Самые любимые роли Яны и Мартина на сцене – Ромео и Жюльетта, а отдыхают они самым необычным для балетных танцовщиков способом. Мы идем на дискотеку после спектакля, потому что после трудного спектакля лучше всего продолжать двигаться. Если ты отправишься в кровать и ляжешь спать, то на следующий день будешь чувствовать себя еще более тяжело. История знакомства романтична. Яна, выпускница Донецкой балетной школы Писарева, была солисткой киевской национальной оперы. С немцем Марианом познакомилась в Вене. Первый раз я, когда поехала на этот конкурс, это Малаховский конкурс в Вене, и я как бы очень была влюблена в Малахова. На этом конкурсе, к сожалению, его не было, и встретила его, как бы, и он похожий немножко на Малахова, и я сразу увидела первый раз, как любовь с первого взгляда. Это была магия, уверены оба, ведь они даже не говорили на одном языке. Но и разъехавшись по своим странам, не думать друг о друге уже не могли. Это не проходит и теперь, даже на сцене. Нет, это совершенно разное танцевать с женой или с другой партнершей. Яна меньше, не такая мощная, мы намного лучше знаем друг друга. И не нужно играть, ты можешь чувствовать любовь или ненависть, ты можешь не играть, а чувствовать то, что только от нее одно исходит. Так возникают самые незабываемые моменты. Анастасия Томила, Максим Беляев, Андрей Клемешов, Александр Высоких, Первый канал, Петербург. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова